Всем добрый вечер! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь» у микрофона Лизы Аникина. И в эфире программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте! Лиза, добрый вечер! Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели! Как-то извините, пожалуйста, за такой неприличный фон. Ну, как говорится, что получилось, то получилось. Надеюсь, что зрители, слушатели простят вас. Мне вот тяжело это дастся. Давайте начнем с долгов. Мы в прошлом эфире с вами попытались поговорить на тему расследования канала RTVI про некую компанию-банкнота, которая внезапно имеет какие-то колоссальные финансы. Вы обещали разобраться, потому что тогда говорить было не о чем. Разобрались? Лиз, действительно, я немножко прочитал, посмотрел. Я бы не сказал, что сильно много я узнал. У меня ощущение, что это то ли шутка, то ли кто-то стебется над Российской налоговой инспекцией, Российским статистическим ведомством, либо какая-то афера. Причем, шансы 50 на 50. Ну, стебется, потому что компания возникла в прошлом году, в 23-м году, но при этом сдала отчетность за 21-й, за 22-й год. Ну, то есть, уже само по себе это весело. Да, и, конечно, заработать там несколько триллионов рублей прибыли, ну, это нужно уметь. При этом налоговая задолженность этой компании составляет 300 миллионов рублей, ну, что налоговая ставка какая-то, ну, совсем там, типа, десятые доли процента. Вот. Поэтому все, что можно на самом деле, я думаю, что это какая-то действительно история, будет иметь продолжение, потому что было заявлено, что против этой компании подан иск, связанный с переоформлением квартиры. Да, и, собственно говоря, это меня натолкнул на мысль о том, что здесь может быть какая-то афера, о которой мы еще не знаем, ну, которую нам предстоит узнать. Поэтому, честно говоря, новостей, ну, то есть, вот, сказать, что это такое какое-то полномасштабное расследование, да, или очень много сегодня можно про эту компанию узнать, наверное, будет неправда. А я не очень понимаю, во-первых, как возможно вот так вот подшучивать, а во-вторых, как это, ну, что может быть под этой аферой? Лиз, афера на то, она афера, да, что мы не знаем о ее содержании. Ну, смотрите, если мы, вот, например, выяснили, что есть какой-то иск о неправильном переоформлении квартиры, где есть люди, потерявшие недвижимость. Да, если выяснится, что это не один иск, а два иска, или 22 иска, или 122 иска, или 222 иска, да, то, в общем, на самом деле там может быть много чего интересного. Аферу, как правило, мы можем не знать до тех пор, пока она не вскроется и нам не расскажут, в чем она состояла. А стебаться, ну, послушайте, россияне лишены многих удовольствия, они не могут там выйти и сказать все, что они думают. Они лишены права выбора, права свободы собраний, уличных митингов, ну, и так далее. Вот, ну, почему бы в этом случае не поиздеваться, не посмотреть, как Росстат эти 4 триллиона рублей прибыли будет впихивать в статистическую отчетность, или на каком основании он их не будет впихивать туда. А, в смысле, получается, что можно просто вписать в какие-то бумажки колоссальную прибыль и посмотреть, как они все веселятся. Ну, да, и примерно так. Примерно так, да, то есть, вот, в принципе, это, как сказать, ничто не запрещает, если после этого вы можете, как, не знаю, владелец, менеджер компании, который зарегистрирован в каких-то реестрах, ну, либо у вас подставное лицо, да, как здесь председатель фунг. Вот, ну, собственно говоря, если вы знаете, что на вас выйти невозможно, ну, вы можете вот так повеселиться какое-то время, после чего исчезнуть, да, и компания, она вот как останется существовать, а Росстат, налоговая служба, ну, как, и к ним пришел документ, они, у них нет оснований его выкинуть, да, потому что компания официально зарегистрирована во всех реестрах, у нее есть все там индексы ОГРН, еще что-то такое, ОГРПО, в общем, там индексов-то у нас там выше крыши, да, и при этом, никто не знает, эта компания в действительности существует или нет, она какую-то деятельность ведет или нет. Кстати, насчет прибыли, я попыталась на эту тему поговорить с Игорем Липсицем, но он отправил меня к вам. Пишут, что Газпром увеличил чистую прибыль по МСФО в первом полугодии втрое, вот хочется разобраться, что ж это значит. Налаживаются дела у Газпрома? Нет, у Газпрома дела не налаживаются, если, вот, сразу нужно сказать, да, что та отчетность, о которой вы сейчас говорите, о чем говорил Игорь Липсиц, это консолидированная отчетность группы Газпром, куда входит Газпромнефть, Газпромбанк, Газпроммедиа, ну, и Газпромбанк, это вообще компания-банк, которая зарабатывает приличные деньги, и которой о себе очень мало что рассказывает, вот, поэтому вычленить оттуда только газовый бизнес очень-очень-очень тяжело. Вот, если попытаться выскрести оттуда ту информацию, которая есть по газовому бизнесу, ну, например, объемы продаж, объемы прибыли, то, в принципе, они сопоставимы с тем, что было в прошлом году. Да, и, в общем, никакого особого, особой разницы в газовом бизнесе, в финансовой отчетности по чисто газовому бизнесу Газпрома там не содержится. Но Газпром, я очень часто говорю, да, что в российской экономике есть одна проблема, которая называется сезонность, это зима, весна, лето, осень, и в разные времена года, в разные месяцы Газпром ведет себя по-разному. Так, начиная буквально с августа месяца, с сентября месяца, Газпром интенсивно закачивает газ в подземные хранилища для того, чтобы пройти, ну, то есть, потребление газа зимой в холодные времена года выше, летом потребление газа меньше. Да, соответственно, вот, ну, добыча очень грубо, она идет практически, ну, не совсем равномерно, но для нашего разговора можно считать, что она идет практически равномерно. Вот, и когда вы добываете газы больше, чем продаете, вы его вот летом закачиваете в хранилище, осенью закачиваете хранилище, чтобы как можно быстрее, больше наполнить. Но когда вы закачиваете газ в хранилище, вы его добываете, но не продаете, и поэтому у вас возникают убытки. Да, в первом полугодии вы вроде газ уже не добыли, да, он у вас в хранилище лежит, но вы его продаете, поручаете выручку. Вот, собственно говоря, вот эта сезонность показывает, что во втором полугодии, в прошлом году, по крайней мере, в 2023 году, у «Газпрома» были в газовом бизнесе огромные убытки. То есть, первое полугодие, оно было сопоставимо с тем, что мы видим в этом году, второе полугодие – огромные убытки. А второй фактор, который возник в этом году, ну, то есть, собственно говоря, он был и в прошлом году, и в этом году он проявился, это есть такая штука – валютная переоценка. То есть, если вы, как компания, взяли кредит, который, ну, не знаю, на 100 миллионов долларов, то, соответственно, вы там в прошлом году, на 1 июля, ну, условно говоря, курс был, там, предположим, 100 рублей, да, в этом году 90 рублей за доллар. И вот, соответственно, у вас получается, что в прошлом году кредит вы должны были отразить по оценке 10 миллиардов рублей, а в этом году вы его отразили по 9 миллиардов рублей. И, соответственно, вроде как ниоткуда не возьмите ваши обязательства снизились, а это означает, что у вас финансовый результат увеличился. Да, и вот эти вот финансовые, ну, как сказать, опять, курс доллара – это нехорошо, не плохо, да. В прошлом году, в 23-м году, мы помним, что курс доллара стремительно рос, он где-то там с 70 рублей в начале года вырос до 100 рублей в начале августа, а в этом году получился он практически там стабильный, ну, чуть-чуть курс доллара снизился, был 89, стал 85 на середину года. Да, то есть, вот это разнонаправленное движение курса доллара привело к тому, что в прошлом году финансовая отчетность «Газпрома» от валюты был убыток, а в этом году от валютных обязательств, от того, что группа «Газпрома» должна, там получилась прибыль. Ну, собственно, это такая вот финансовая арифметика, которая ничего о газовом бизнесе не говорит. Но я хочу вспомнить, что примерно месяц назад была опубликована отчетность «Газпрома» как газовой компании по российским стандартам, бухгалтерской отчетности. Они не совсем сопоставимы, их нельзя напрямую сравнивать, но вот газовый убыток по российским стандартам по сравнению с прошлым годом вырос примерно в два раза. Да, поэтому вот промежуточная отчетность за шесть месяцев, она нам не очень много чего говорит, и я считаю, что там правильнее смотреть на вот эту российскую отчетность, потому что она чисто про газовый бизнес «Газпрома», то есть без «Газпромбанка», «Газпроммедиа», ну и всяких прочих там «Газ чего-то», «Инвест не пойми чего». Давайте про самую важную тему этой недели, про Восточный экономический форум поговорим. Какие сенсационные заявления мы услышали на этом форуме? Какие важные стратегические решения были приняты на нем? Как это изменит экономическую политику нашего государства? Ну, Лиза, я, честно говоря, пока ничего стратегического не услышал, ничего важного не услышал. Там узнал только, что северокорейское пиво, завезенное в Россию, оказывается, было произведено в Китае. Ну, мне кажется, что это вот такая самая большая новость. То есть, видимо, Северная Корея экспортирует пиво в Россию, но при этом своих пивоварен не имеет, а производит пиво на китайских пивоварных. Ну, это вот такой вот, как сказать вам, новый поворот в глобальных экономических связях. Мне кажется, что вообще значимость экономических форумов для России сильно снизилась, потому что, по большому счету, ведь идея и Питерского форума, и Дальневосточного форума, а еще был, помните, Сочинский форум, может быть, он еще будет впереди, в сентябре проходит. Вот. Для того, чтобы приглашать инвесторов, людей, которые хотят инвестировать в Россию, в страну, причем инвесторов, они же все международные форумы, не только российских и не столько российских, сколько иностранных. И мы видим, что интерес иностранцев к форуму, ну, недружественных, их просто уже, что называется, выметают метлой, и понятно, что только совершенно безумные люди придут инвестировать в Россию. А дружественные инвесторы, почему-то им нечего предложить российской экономике, и они тоже как-то вот, ну, если просят, если готовы инвестировать, но в какие-то такие суперприбыльные проекты, которые гарантируют им фактически прибыль, ну, на что российское государство не готово. Поэтому отказаться от форума тяжело, это входит, опять мы несколько раз говорили, а почему Путин проводит пресс-конференцию, а почему Путин проводит прямую линию, а зачем Путин выходит с обращением к федеральному собранию. Ну, есть некие вещи, которые, вот, что называется, привычка, вошло в привычку, да, и для того, чтобы Путин не ездил на дальневосточный экономический форум, ему нужно объяснить, да, что в этом году форум потерял свою значимость потому-то, потому-то и потому-то. Но поскольку смелых, настоящих буйных мало в Кремле, которые готовы Путину об этом сказать, ну, то проще сказать, Владимир Владимирович, выезжайте и этот самый, там сами найдете, что сказать. Вот, поэтому такая привычка, которая уже содержание совершенно потеряла, ну, и интереса никакого, честно говоря, не вызывает. Кажется, важной темой последних дней стал разговор о детях. Говорят о том, что нужно объявить специальную военную демографическую, специальную демографическую операцию. Компании различные, просто обычные коммерческие компании должны проводить учет рождаемости, следить. А вот в этом году все, кто могли родить, они родили или все-таки не родили? Вот эта тема, почему сейчас так активно обсуждается? Потому что идиотов в стране много, Лиз. Понимаете, ведь демография, ну, есть известная пословица, да, что если 9 беременных женщин позадить рядом, то они не родят ребенка через один месяц. Я не хочу сказать, да, что в России не нужна демографическая политика. Нужна. Потому что Россия действительно находится в тяжелейшей ситуации, когда, опять, не только Россия, да, много сейчас стран таких, и Европа. В Европе много таких стран, и посмотрите на Южную Корею, где коэффициент рождаемости какой-то безумно низкий. Та же самая Украина, и, в общем, и до войны там был коэффициент рождаемости низкий, а годы войны еще ниже стал, по понятным причинам, да. То есть, у многих стран эта проблема сейчас возникает. В России она была известна, ну, примерно, там, с 2012-2015 года, демографы о ней стали говорить. Потому что, ну, демография это, так, на меня сейчас ученые-демографы и мои коллеги обидятся, но по большому счету это статистика населения, да. И вы знаете, что если у вас на сегодня есть миллион человек, которым, ну, в возрасте 25 лет, и вы знаете, что в среднем каждый год умирает там 0-0-0-0 какая-то доля процента людей этого возраста, то вы можете сказать, что через 10 лет этих людей будет, вот, в возрасте, там, 35 лет, их будет там не один миллион, а, скажем, там, 995 тысяч, да, и так дальше. То есть, вот, посчитать, там, людям, которые хорошо владеют статистическим материалом, которые хорошо отслеживают коэффициенты рождаемости, коэффициенты смертности, в принципе, это упражнение, ну, не хочу сказать, что оно совсем примитивное, но оно достаточно понятное, и там при разных гипотезах вы можете, там, изменить этот коэффициент рождаемости в будущем. То есть, вы можете сказать, вы знаете, а вот в будущем, начиная, там, с 2030 года, когда Владимир Путин уйдет от власти, рождаемость в России резко поднимется, и тогда, в 2050 году, вот это вот новое поколение, оно придет на рабочие места. Нифига себе, скажете вы, у нас сейчас на дворе 2024 год, а ты нам что-то свистишь про рабочую силу в 2050. Ну, где ж вы такое правительство видели, где ж вы таких людей видели, которые всерьез готовы обсуждать, что будет в 2050 году. Но демографы, они именно такие люди. Да, потому что демографы, они вот могут оценить от состояния, там, сегодня, люди, которые, там, россияне, не знаю, там, молдаване, китайцы, монголы, не любая, для любой страны, вы можете посчитать, вот, там, люди, рождившиеся, которым сегодня, там, не знаю, один день, один год, да, и вы можете вот всю ту, протянуть весь их период жизни, с достаточно большой точностью посчитать, сколько их будет через 70 лет. Вот. И в этом отношении, там, все демографические оценки, которые давались России, начиная, там, с 2015 года, они показывали, что численность населения в России быстро снижается. И из тех статистических материалов, такая формула естественное движение населения, да, количество умерших, количество родившихся, было видно, что в России, вообще-то говоря, вот это вот соотношение, оно отрицательное. То есть у умирающих людей всегда последние, там, 10 лет было больше, чем родившихся. И эта разница закрывалась только миграцией. Люди приезжали из соседних стран и оседали в России. И вот за счет этой миграции, положительной миграции, численность населения России, там, держалась на стабильном уровне. Но после начала войны, после эпидемии ковида, после девальвации рубля, желающих приезжать в Россию стало резко меньше. И теперь выясняется, что у страны, у России не хватает рабочих рук. Но рабочих рук не хватает сегодня. И какие бы меры по повышению рождаемости сегодня депутаты не предпринимали, хоть они там все 450 человек пойдут по городам и весям, да, ну, в общем, эта рабочая сила-то появится в этом случае через 20-25 лет. Поэтому, в общем, демографическая политика, она действительно нужна. И есть инструменты в России, которые показывали свою эффективность, есть инструменты, которые глупые, которые не показывают свою эффективность. Но когда речь идет о том, что давайте мы лучше будем учитывать и выполнять социалистические обязательства, а женщины будут приносить клятву, не знаю, на чем, на Библии, на Коране, на Торе или на чем-то еще, да, или на портрете Владимира Владимировича, что они обязуются рожать там сколько-то детей, да, за невыполнение мы их будем расстреливать, ну, это же все от смешного, да, то есть можно сколько угодно говорить. У нас что, ЗАГСы не справляются с учетом рождаемости? Справляются, очень хорошо справляются. Никаких проблем со статистикой рождаемости, в смысле, с учетом родившихся в России не существует. Вот, ну, что делать? Обратите внимание, что все эти разговоры, они идут, ну, как бы сказать, от людей, во-первых, не сильно компетентных, а во-вторых, людей, от которых мало чего зависит. Ну, сколько, там, депутаты Государственной Думы не ворчали, не кричали, не выдвигали своих инициатив, понятно, что не они будут принимать решения. Понятно, что не им решать, там, какие меры демографической политики будут в России приниматься, а какие не будут. Поэтому им хочется выслужиться, им хочется показать Кремлю, что они чувствуют повестку дня, что они готовы включить свои мозги, если они там имеются, да, или заменители мозгов, с тем, что, а вдруг, а вдруг получится предложить что-нибудь ценное. Вот, обратите внимание, что официальные власти на эту тему молчат, да, то есть, вот эта тема, при том, что она обсуждается, она обсуждается и в правительстве, она обсуждается и в Кремле, она обсуждается и на совещаниях у Путина, но никаких внятных разговоров, внятных идей, внятных разговоров со страной, да, ведь это же нужно, ну, по большому счету, если, там, власть в широком смысле слова, как бы к ней не относились, она считает, что страна на грани демографической катастрофы, да, что численность населения будет снижаться, и это не процесс необратимый, ну, значит, нужно найти какие-то слова и начать общаться с гражданами, да, не с населением, не с теми, кто приходит получать свои социальные выплаты, она нужна общаться с гражданами. Вот этого наша власть не умеет, потому что, ну, она от граждан не зависит, ну, поэтому приходится слушать всякие дурацкие идеи, типа, давайте мы будем принимать социалистические обязательства. А деорганизация тоже дурацкая идея? Да, еще более дурацкая идея, это идея, которая прямо противоречит и мировой тенденции во всем мире, особенно в крупных странах, ну, в не очень крупных странах то же самое, население стягивается к крупным городам, вокруг крупных городов собирается, в Америке я могу ошибаться, но, по-моему, половина населения живет в районе 10 крупнейших агломераций, да, вот, ну, и это понятно, потому что крупные города, они дают больше возможностей и для культурной жизни, и для социальной жизни, больше рабочих мест, и повышают уровень жизни, ведь на самом деле, вот, процесс повышения уровня жизни в развивающихся странах, особенно если, ну, вот сейчас хорошо смотреть наглядно на странах азиатских, там, в том числе даже на Китае, он связан с тем, что люди переезжают из деревень в города, просто сам по себе переезд человека из деревни в город, и то, что он там находит рабочее место, это сразу повышает его доходы, повышает его расходы, увеличивает экономический потенциал, и, собственно говоря, вот эти вот кривая ВВП на душу населения, и кривая урбанизации, график урбанизации, доля городского населения, они очень тесно между собой связаны, и там тот путь, который Япония прошла с 1950-го по 1990-й год, там, Южная Корея проходила с 1970-го, соответственно, по 2010-й год, а Китай начал проходить в 1990-м, и вот продолжает его идти, да, и еще там 10 лет назад, там, не знаю, 55% населения Китая жило в деревнях, а 45% в городах, а сейчас наоборот, и вот люди, которые предговорят, давайте мы все деурбанизировать, отправлять людей в деревню, ну, это означает снижать уровень жизни, это означает, там, вычет из экономики, да, потому что любые рабочие места в деревне, они менее продуктивные, чем рабочие места в городе, вот, поэтому, ну, эта идея, она не то, что дурацкая, она идиотская, люди не знают основ экономики. Давайте про Путина немножко поговорим, пока все скрываются в своей внутренней Монголии, Путин съездил в настоящую Монголию, его, как ни странно, почему-то в Монголии не арестовали, хотя должны были по ордеру Международного уголовного суда, но да ладно, не будем осуждать за это Монголию. Итоги переговоров, итоги визита Путина, экономические итоги, что можно сказать? Ну, Лиза, смотри, давайте начнем сначала с позиции Монголии. Страна, которая получает от России 95% нефти и нефтепродуктов, страна, которая получает от России, там, 20-25% электроэнергии, а в некоторых регионах до 40% электроэнергии, страна от России экономически зависит. Да, и предпринимать недружественные действия к стране, от которой ты зависишь критически, ну, это по меньшей мере неумно. Монголы, монгольские власти, они показали, что как своя рубашка ближе к телу, и сколько бы там Международный уголовный суд не выписывал мандаты, ордеры, он денег не дает. И в этом отношении можно, вот ситуация с Монголией, что предъявление каких-то претензий, что Монголия не выполнила ордер на арест Путина, сказать, ребят, а вы денег в Монголии много дали? А вы дали денег Монголии, чтобы она построила свою электроэнергетику? А вы денег Монголии дали, чтобы она там из Китая, из портов Китая протянула к себе нефтепроводы и качала нефть, которую можно завести танкерами? Это на самом деле мне сильно напомнило ситуацию с правительством Януковича и неподписанием вот этого европейского договора DCFTA, то, что расширенный договор о зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Ведь на самом деле в тот момент, в конце 2013 года Украина находилась в тяжелейшем финансовом положении, потому что власти отказывались идти на реформу газовых цен, отказывались отказываться, отказывались отказываться, не хотели отказываться от субсидий населению к ценам на газ. И, в общем, экономика Украины была в жесточайшей нервонавесии. И Украине нужны были 15 миллиардов долларов для того, чтобы на ближайшие полтора года, даже при условии проведения всех реформ на рынке газа и бюджетных реформ и так далее, в стране, чтобы пережить этот период, нужно было 15 миллиардов долларов. А выяснилось, что когда правительство Януковича, которое на самом деле проделало всю черную работу для того, чтобы подписать соглашение с Евросоюзом, в последний момент сказал «А деньги вы нам дадите?» И тут европейские чиновники сказали «А какие деньги? Мы вам ничего не должны». Да, и вот выясняется, что в тот момент там приехал Путин, пообещал 15 миллиардов, дал 3. Вот с Монголией примерно та же самая ситуация. Поэтому обвинять монгольские власти в том, что они чего-то там не выполнили, не арестовали Путина, ну, послушайте, стрелять себе даже не то, что в ногу, а стрелять себе в голову, ну, нужно быть сильно талантливым человеком. Это только Владимиру Путину, это под силу. Вот монголы, они все-таки как-то более трезво смотрят на жизнь. Что касается экономических итогов, то, конечно, самое главное осталось за кадром. Самое главное – это газопровод, потому что публичное заявление монгольского правительства о том, что оно не будет включать никакие проекты на ближайшие 4 года строительства газопровода «Сила Сибири-2», который должен пройти через Монголию в Китай, ну, конечно, для Путина это, как сказать, мягко говоря, не сильно приятная новость или очень неприятная новость. И, конечно, попытка найти, ну, знаете, когда вам одновременно нужно вести переговоры и с Монголией, и с Китаем о том, куда бы, как бы впихнуть невпихуемое этот российский газ в Монголию и в Китае, ну, в общем, тема тяжелая. Тема тяжелая, тем более, что Китай явно не спешит, Китай может подождать. И попытки разговаривать с Монголией, а давайте мы вам сделаем инвестиционные проекты, давайте мы вам приведем газ, который вы там будете сжигать, и будет ваша электроэнергетика, а давайте мы какие-нибудь очередные месторождения цветных металлов вас начнем разведывать, а вы для этого купите российский газ и там построите свою энергетику. Ну, собственно, в Монголии она, страна, я понимаю, что там уровень жизни сильно, там, не знаю, в разы отстает от российского, но, в принципе, по структуре экономики та же самая, вот, для внешнего мира страна продает природные ресурсы, которые у страны с небольшим населением, их достаточно. Вот, поэтому особой интеграции, особой синергии с Российской Федерацией нет, так же, как у казахской экономики, да, которая продает те же самые нефть, газ, металлы, как и Россия. Ну, что, есть две соседние страны, у которых экспортный потенциал примерно выглядит одинаково, один и тот же набор товаров. Вот, поэтому в Монголии то же самое, да, конкурировать особо нечем. Ну, вот, для России это такое логистическое звено очень важное с точки зрения поставок природного газа в Китай. Но, судя по тому, что ничего объявлено не было, значит, и особых договоренностей не было. А то, что угольную электростанцию собираются строить за 20 миллиардов? Ну, это все из той же самой серии, Лиза, да, вот хоть что-то, хоть что-то давайте мы вам построим, хоть что-то мы для вас сделаем, чтобы вы к нам хорошо относились, да. Уголь, это же вообще, мы, по-моему, в прошлый раз с вами говорили, не помню, да, про то, что уголь – это такая священная корова для Владимира Путина. Почему-то он считает, что вот добыча угля и производство, ну, производство стали, почему-то он для него не является уже критически важным. Все-таки, там, весь 20-й век, даже с конца 19-го века и вплоть, там, до конца Советского Союза, вот это вот первые строчки статистической сводки – это добыча угля и производство, выплавка стали. Ну, сначала был чугун, да, в начале 20-го века, а потом сталь. Вот у Путина, там, сталь куда-то исчезла, почему-то она его не сильно интересует, а вот добыча угля, которая, по большому счету, российскому бюджету ничего не приносит, и кроме, там, рабочих мест в Кузбассе содержания ничего нету, ну, вот ему как-то вот считается, что, ну, давайте хоть в Монголии построим угольную электростанцию, куда будем поставлять российский уголь, там, или монгольский уголь найдем, мы его будем разрабатывать. В общем, хоть что-то давайте сделаем, да, вот, чтобы монгольские власти, ну, как-то более дружелюбно относились к России, и относились к России как к доброму дяде, который может помочь. Как так получилось, что в топ крупнейших иностранных компаний, по версии Forbes, вошла китайская, вошел китайский автопроизводитель Cherry. Мне казалось, что Китай как раз мало своего бизнеса, своего производства направляет в Россию. Мы с вами обсуждали, что Китай, прежде всего, ориентирован на свой рынок, а не на то, чем он занимается здесь. Лиз, все правильно, мы, собственно говоря, мы можем это дело с вами повторить, да, что Китай, во-первых, производит автомобили в большом количестве для себя, экспорт в Европу, это в основном электромобили, и то, что остается, да, мощности по производству автомобилей в Китае построены огромные, потому что последние, не знаю, наверное, лет 5-6 в Китае как бы происходило, вот на фоне кризиса на рынке недвижимости, в Китае происходила такая трансформация инвестиций, да, то есть вот Китай никак не мог перестроить экономику, чтобы наращивать потребление населения, чтобы поддерживать экономический рост, нужно было сохранять инвестиции, но поскольку инвестиции в инфраструктуру и в жилищное строительство уже там некуда было впихивать, то решили строить огромные производственные мощности, и вот стали строить для солнечных батарей, для электромобилей, в том числе и автомобили, вот, и, ну, тут на счастье Китая, как бы не было бы счастья, да несчастье помогло, Путин ввязался в войну в Украине, и в результате чего весь российский автопром закрылся, потому что он держался на глобальных автопроизводителях, которые поставляли комплектующие, которые поставляли технологии, которые уехали из России, решили в России не зарабатывать на крови. И тут для Китая открылся рынок сбыта, но рынок сбыта очень специфический, что Китай практически все автомобили целиком собирает у себя, и с минимальными там шильдиками, докручиванием шильдиков, уже они появляются в России. Появление Chery в числе крупнейших российских компаний, ну, возможно, это связано только с тем, что Chery продает автомобили в России через свою дочернюю российскую структуру. Потому что если формально вы возите автомобиль, то есть импортером автомобиля в России является Chery Russia, а Chery Россия, а продавцом является Chery из Китая, но в принципе российская компания действительно купила, продала, заработала свои 3 копейки, но по оборотам она становится достаточно крупной, достаточно мощной. Понятно, что никаких особых производств, никаких рабочих мест Chery и никакой другой китайский производитель в России не создавали. Я увидела тут интересную историю, связанную с терминалами Starlink. Какое-то время назад обсуждалось, откуда же у России могут быть терминалы Starlink, если официально их никто не поставляет. Илон Маск отвергал возможность попадания терминалов Starlink в руки российских военных. И вот издание «Новая газета Европа» провела эксперимент и максимально подозрительно попыталась эти терминалы купить у разных дилеров. И практически никто, кроме одного дилера, не отказал, несмотря на то, что все указывало на то, что потенциальный вот этот выдуманный покупатель хочет их приобрести для России, для российского пользования. Как так? Лиз, я не видел расследовательного газета, не буду врать, но на самом деле нужно хорошо понимать, что любые ограничения, любые санкционные ограничения в Америке на экспорт каких-либо товаров в Россию или добровольные ограничения, как у Илона Маска, не поставлять терминалы Starlink, они касаются американских компаний. А если эти дилеры-посредники зарегистрированы в европейских странах, в странах дружественных России, в арабских странах, в африканских странах, в азиатских странах, то они, в принципе, могут в Америке покупать все, что угодно и перепродавать в России, в том числе и терминалы Starlink. И на них американские санкции не распространяются, здесь нет никакого секрета. То есть, это делает терминалы Starlink немножечко дороже. Ну, собственно, опять, я повторяю то, что много раз говорил, в рыночной экономике очень редко бывает так, что вы не можете, если у вас есть неограниченное количество денег и вам что-то очень нужно, то, как правило, вы все это можете купить. Ну, выросла цена терминалов Starlink, не знаю, на 15, на 20, на 30%. Но если они российской армии нужны, если российская армия без них не может решать какие-то задачи, если российские производители ничего не могут предложить российской армии взамен, ну, значит, будут завозить терминалы Starlink, не знаю, там, через Турцию, через Египет, через Марокко, ну, и дальше там стран-то в мире много, там, 220, а недружественных, ну, штук 40, наверное, да. Поэтому есть простор. А как же вот эти вот вторичные санкции, почему их никто не боится? Ну, потому что любые санкции, вторичные, первичные, третичные, они хороши, когда вы их в состоянии, ну, есть такое слово в английском, enforcing, да, как заставлять, показывать силу свою. И, насколько я понимаю, сейчас усилия американских властей, они направлены, в первую очередь, на финансовые транзакции, да, и во вторую направлены на оставшиеся силы, не очень большие, ведь во всех этих санкционных подразделениях в Америке работают не очень много людей, потому что есть жесткие бюджетные ограничения, нанимать там сотни или тысячи людей для того, чтобы бороться с обходом санкций никто не собирается. Вот, поэтому сил нету, сил нету, да, вот занимаются микросхемами, первая финансовая транзакция, вторая микросхема. А уж там терминалы Старлинка, ну, послушайте, это какой-нибудь там, не знаю, 125-й позиция, ну, когда до нее руки дойдут, может быть, дойдут когда-нибудь, а может быть, никогда не дойдут. Вот еще про обход санкций. Издание Верстка пишет, что Россия закупила более 29 миллионов долларов наличными у Руанды. Получается, здесь тоже интересная схема? Можно спокойно покупать доллары просто с какой-то наценкой у какой-то третьей страны. А зачем это нужно третьей стране? Ну, как, если вы зарабатываете свои 2%, посчитайте, 2% от 29 миллионов, это полмиллиона долларов. Ну, поди, плохой заработок. Ну, а разве здесь тоже нет какого-то риска, что тебе потом прилетит от тех же самых Соединенных Штатов? Да нет, нет, послушайте, может быть, когда-то и прилетит. Может быть, прилетит Руанда. Ну, и тогда Уганда не будет этим заниматься. А если Руанда не прилетит, то и Уганда может этим заняться. А если Уганди тоже не прилетит, то кто там? Центральная Африканская Республика может этим заняться. Опять, 220 стран, во всех есть банки. Во многих странах банковские системы или население почему-то любят больше зеленые бумажки с изображением Бенджамина Франклина, нежели чем свою национальную валюту. И эти миллионы долларов, ну, они достаточно свободно торгуются на мировом рынке наличные. И, собственно говоря, опять не очень важно, закупил у Руанды или у кого-то еще. Если мы с вами вспомним ситуацию, ну, предположим, не знаю, там сколько, два года назад, какое-нибудь там лето 22-го года, то там разрыв между курсом биржевым, тогда еще доллар на бирже торговался, курсом наличной валюты, ну, он составлял там и 7, и 8, и 9 рублей. Да, и сейчас он держится как-то там на уровне, там, не знаю, от рубля до двух. Да, и это означает, что Россия, российские банки решили проблему поставки наличных рублей в страну. А через какую страну? Руанду, Киргизию, Узбекистан. Не знаю. Вообще, с точки зрения там российской экономики абсолютно не важно. Нужно за это дело заплатить там полпроцента, два процента. Ну, зато все есть в стране. А Россия-то зачем доллары? Разве те страны, с которыми Россия торгует, не принимают российскую валюту или там не рассчитываются в своей валюте? Лиз, вот здесь как раз, понимаете, есть Россия, а есть российское население. Почему-то у них валютные привычки или валютные стратегии разные. Россия, как государство, во главе которого стоит Владимир Путин, всеми силами стремится уйти от расчетов в недружеских валютах и забыть, как страшный сон, доллары, евро, фунты, франки и так далее. И торговать в юанях, в дирхамах, ну, или в крайнем случае в золоте или в криптовалюте. А российское население почему-то дружественным юаням, дирхамам и прочим не очень сильно верит. И предпочитает для своих целей, не знаю, либо для целей накоплений, либо для целей заграничных поездок, предпочитает покупать доллары и евро. И, собственно говоря, российскому населению они нужны. И вот эти доллары наличные, по большому счету, для экономики России, если убрать население, то они, конечно, не нужны. Потому что никто уже давно не рассчитывается наличными долларами, перевозя их из банка в банк. А населению нужны. Нужны для того, чтобы ездить за границу даже в те же самые Китай, Индию, Турцию, Египет, Мальдивы и дальше, Таиланд, по списку. Вы приезжаете с долларами или приезжаете с евро, и у вас нет никаких проблем с тем, чтобы поменять одну валюту на другую. Некоторые страны, конечно, берут российский рубль, банки берут российский рубль, но там такие курсы, что как-то кусается очень сильно. Получается, что невыгодно. Получается, россиянок заботится наше правительство. Да не правительство, лицо. Почему здесь правительство? Банки. А кто это закупает? Банки. Закупают коммерческий банк. Смотрите, если у вас есть банк, и у вас есть там 1 миллион долларов на счете, то вы можете договориться, не знаю, с банком в Руанде, с банком в Уганде, с банком в Зебабве и дальше по списку, что вы им переводите на счет 1 миллион долларов, а они вам 1 миллион долларов наличными. И дальше вы, как банк, уже грузите это все дело в самолет, привозите, растамаживаете, развозите по своим обменным пунктам, и, соответственно, возникает разница вот этого там 2 рубля, из которой там рубль уходит у вас на то, чтобы оплатить все расходы, все комиссии, а рубль это ваш заработок. Это банки, для банков это бизнес, для банков это бизнес, а платит население. А вот с какой-то такой реальной позиции, как банки это делают? Ну, то есть, едет представитель банка или что? Да нет, зачем? Он может по телефону говорить, может по электронной почте переписываться. Я просто думала, что для этого там нужны какие-то более серьезные люди, чем просто владельцы банков или там представители банков. Да нет, слушайте, банковские менеджеры, да, если у вас есть доверенность. Это же, покупаются же банки, покупаются наличные валюты не у федеральной резервной системы или у европейского центрального банка. Санкции они ввели. Там ни федеральная резервная система, ни европейский центральный банк не могут продавать в России наличную валюту. Ну, и так же, как американские или европейские банки, входящие в зону евро, не могут этого делать. А все остальные могут. И это абсолютно коммерческая операция. Да, вы покупаете, ну, то есть, грубо говоря, вы обмениваете доллары на миллион наличных долларов на миллион безналичных долларов. Ну, обмен эквивалентный, да, и дальше там платите согласованную комиссию какую-то угандийскому посреднику или руандийскому посреднику. Мы с вами уже обсуждали различные пожары на различных НПЗ российских. Тогда вы говорили о том, что для российской экономики это не наносит какого-то серьезного ущерба. Но мы видели крупные атаки дронов. Мы видели, что пострадала в том числе московская НПЗ. Ее производительность, как пишет Рейтер, например, могла упасть в два раза после этой атаки дронов, потому что там был довольно крупный пожар. Ну, и другие НПЗ тоже пострадали. Это как-то увеличивает влияние этих пожаров на российскую экономику? Или это все еще слишком малая часть бизнеса? Ну, Лиза, честный ответ мы не знаем, потому что Росстат перестал публиковать давно уже данные о производстве бензина и дизельного топлива в России, а также о нефтепереработке. Вот. Те отрывочные данные, которые удается стащить со стола чиновников или которые чиновник потихонечку на ушко шепчет журналистам, они не выстраиваются в единый ряд. Невозможно построить цепочку и сказать, вот как это себя ввело. Мне кажется, что для того, чтобы говорить о том, влияет или не влияет, нужно смотреть на розничные цены на бензин. вот пока то, что там опять, поскольку я не могу сам по себе проверить, приехать и проверить, то я опираюсь на данные, которые публикуют Росстат, там по всем регионам, средние цены на 92-й, на 95-й бензин. Ну, и вот они растут там на одну десятую, на две десятых процента в месяц достаточно равномерно. И я не слышал, чтобы в каких-то регионах был дефицит бензина. И я не слышал, чтобы в каких-то регионах цены на бензин вырастали там на 5% за неделю или за месяц или на 10% за неделю или за месяц. Но это означает, что с наличием бензина в России все в порядке. Возможно, возможно, переработка нефти и выработка бензина, производство бензина и дизельного топлива упали в результате налетов украинских дронов. Но опять нужно не забывать, что, во-первых, у России есть такой надежный союзник, как Беларусь, у которого есть большие мощности по переработке нефти и которая может поставлять какие-то объемы бензина в Россию. А самое главное, что у России есть запас бензина примерно 2 миллиона тонн. Это 2,5 месяца переработки. 2,5 месяца, если все российские НПЗ остановить вообще на 2,5 месяца, то запасов бензина, которые имеются в хранилищах, хватит на то, чтобы снабжать экономику России на протяжении 2,5 месяцев. Но если вы потеряли 10% производства бензина, то этих запасов хватит вам не на 2,5 месяца, а на 25 месяцев. Не на 25, сколько там получается, 24-6, на 30 месяцев. То есть, к тому, что, возможно, последствия достаточно серьезные. Если у вас в результате производства бензина в стране упало на 20%, посчитайте, насколько вам хватит этих запасов. Умножьте 2,5 месяца на 5, на год с лишним. Поэтому сказать нас влияет, наверное, влияет, потому что тому же самому московскому НПЗ или другим НПЗ, в которые попадали боезаряды, приходится ставить какие-то деньги на восстановление, какие-то деньги на ремонт, какие-то деньги на борьбу с пожарами, списывать какие-то убытки от того, что было потеряно какое-то количество нефти, нефтепродуктов, запасов и так далее. То есть, это все стоит денег и в масштабе бытовом, в масштабе конкретно взятого человека какие-нибудь сотни миллионов долларов, которые московскому НПЗ, сотни миллионов рублей, извините, которые московскому НПЗ нужно будет потратить, а может даже миллиард рублей потратить на ремонт вот этой установки, в которую попал украинский дрон, это огромные деньги. Но с точки зрения российской экономики и даже с точки зрения московского НПЗ, ну это в общем как-то так комарину укус, не более того. Поэтому главный индикатор эффективный, вот знаете, как нужно, удары украинских дронов по НПЗ, они очень эффектные, очень красивые картинки получаются, но с точки зрения эффективности нужно смотреть на то, что происходит с ценами на бензин. Если цены на бензин ведут себя спокойно, значит эффективность этих ударов не очень высока. Вы у себя в Телеграм-канале описали материал, ну материал, пост, я не знаю, как правильно назвать, текст про данные о рынке ипотечного кредитования за июль, первый месяц после прекращения льготной ипотеки. Чем они вам показались интересными? Ну июль, это первый месяц, когда в России перестали действовать массовые программы льготной ипотеки, которые были запущены во времена ковида, которые разогнали ипотечный рынок и которые служили одним из таких драйверов накачивания российской экономики деньгами. И, собственно говоря, в июле месяце этот поток прекратился и, соответственно, многие эксперты считали, что сейчас можно будет увидеть перелом, в том числе и в денежной статистике. И данные июля действительно показали, что этот перелом наступил. Причем он как-то выглядит очень странно и, возможно, нужно подождать еще 2-3 месяца, чтобы увидеть более длинный ряд. Но из таких вот вещей, на которые, что называется, упал мой взгляд, первое, это то, что средняя ставка по выданным ипотечным кредитам осталась примерно на том же уровне, в котором была в мае и в июне. То есть, в те месяцы, когда льготные ипотечные программы существовались, там средняя ставка по ипотечным кредитам была 8,5%, 8,6%. Вот она такой же в июле и осталась. То есть, вроде как, льготные ипотеки не стало, а ставка по кредитам осталась та же самая. И это означает, что наличие оставшихся льготных программ, дальневосточные, семейные, айтишные, еще какие-то там, наверное, есть. Их достаточно, чтобы упавшее вдвое количество кредитов вместо 200 тысяч и 100 тысяч вот так как это уравновесить. Поэтому как-то, ну, совсем как это, эту песню не задушишь, не убьешь, и ипотеку тоже не убьешь. То есть, она продолжает жить и ставка по ней достаточно низкая по тем кредитам, которые выдаются. Но самое интересное и самое значимое для меня стало то, что в июле месяце сократилась задолженность населения по ипотечным кредитам. Потому что статистика, она такая вещь лукавая, ложь, большая ложь и статистика. И обычно все обращают внимание на выдачу ипотечных кредитов. То есть, сколько рублей было выдано в виде ипотечных кредитов. И эта сумма в июле, по-моему, составила там 300 миллиардов рублей с чем-то. Вот. Но есть, помимо этого, еще строчка, там, на две строчки ниже, или на одну строчку ниже в табличке, которую Центральный банк публикует, которая называется прирост, общий объем задолженности. И выясняется, что при том, что в июле месяце было выдано кредит на 200 или на 300 миллиардов рублей, общая задолженность сократилась. То есть, это означает, что население, получив, знаете, как правой рукой, получив 200 или 300 миллиардов рублей ипотечных кредитов, соответственно, левой рукой погасило на 73 миллиарда рублей кредитов больше. И это, вот там ряд Центрального банка публикуется в такой формате с 2019 года, и единственный раз, когда вот было сокращение задолженности, это был май-апрель, апрель-май 2022 года, ну, то есть, вот когда самые, что называется, апокалиптические, да, сценарии для российской экономики рисовались после начала войны, что и она упадет на 20%, и что сейчас предприятие закроется, и там уровень жизни упадет, и действительно там розничный товарооборот снизился по продовольствию на 5%, по непродовольствию больше, чем на 10%. Ну, то есть, вот в тот момент, когда всем казалось, ну, вот-вот-вот-вот, сейчас с российской экономикой что-то случится ужасное, это вот было единственные два месяца, когда на протяжении вот этих там шести или пяти-шести лет, да, когда задолженность снижалась, но там она снижалась там на 12-13 миллиардов рублей в месяц, а здесь на 73 это достаточно, опять, не хочу сказать, что с точки зрения макроэкономики это какая-то колоссальная цифра, потому что общий объем ипотечных кредитов больше 19 триллионов рублей, да, то есть, в принципе, там, как это, на 70 миллиардов больше, на 70 миллиардов меньше, ну, мало на что влияет, но это момент интересный, и это означает, что вот та высокая процентная ставка центрального банка, она все-таки, опять, если эта ситуация продолжится там в августе, в сентябре, это означает, что она влияет на население не только с точки зрения размещения свободных денег на депозиты, но и с точки зрения желания брать ипотечные кредиты или там, обслуживать ипотечные кредиты, которые есть. Вы сказали про 12 триллионов, насколько это высокий уровень закредитованности, если сравнивать с другими странами? Лиз, это не очень высокий уровень закредитованности, потому что два, так сказать, показать, наверное, почему, два, как сказать, два аргумента. Первое, ну, российский ВВП составляет, там, не знаю, 170 триллионов рублей, грубо говоря, половина, 85 триллионов рублей, это доходы населения, ну, и, соответственно, 19 триллионов от 85, это там чуть больше 20 процентов от доходов населения, в общем, это не очень много, да, и, соответственно, от ВВП, это получается, там, чуть ли там, 11 процентов, ну, это вообще цифра минимальная, очень, очень низкая. Второе, второй показатель, он более значим, наверное, это просроченная задолженность, то есть, те кредиты, по которым население не платит по ипотеке, и вот выясняется, что просроченная задолженность по ипотечным кредитам, она в России находится на очень низком уровне, то есть, население очень консервативно берет ипотечные кредиты, и там, просроченная задолженность, она находится, колеблется между полтора процента и два процента, и она достаточно стабильно держится в этом диапазоне, и, вот, невозможно сказать, что она, ситуация ухудшается, она вот, достаточно стабильна, и это означает, что, в принципе, население очень трезво оценивает свои возможности, с точки зрения получения кредитов, и вот, что называется, сломя голову, даже при том, что была льготная ипотека, не бежала, и не бездумно не брала, не брала льготную ипотеку, только потому, что как-то, хватая мешки, вокзал отходит, вот, поэтому, да, задолженность, в принципе, не очень большая. Последняя тема, вы заметили, что я сегодня ни разу не процитировала Bloomberg? Да, но вы процитировали Reuters, я уже начал подозревать, что у вас там информационная лента сменилась. А я еще раз Reuters процитирую, Reuters пишет со ссылкой на американских чиновников, что США близки к тому, чтобы поставить Украине дальнобойные ракеты JASM, их дальность превышает 300 километров, это вот та дальность, которая есть сейчас, об этом, что говорят? Кто-то, кроме Reuters, пишет подобную информацию? Лиз, мне кажется, что эта тема, она сама по себе ничего не стоит, выйденного яйца не стоит, потому что мы видим, что американская администрация, администрация Байдена очень медленно использует тот объем финансовой помощи, который выделен Конгрессом и выделяет вооружение Украине медленно и мало. Обсуждать планы выделения ракет с дальностью 300 километров можно и месяц, и год, и 10 лет. Поэтому, мне кажется, что это возможно и обсуждают. вы смотрите, там F-16 обсуждали полтора года, да, и, ну да, обсуждали, сдали 10 штук. Понятно, что 10 самолетов, они, при том, что это самолеты предыдущего поколения, они у них, тактик, технические характеристики, сильно отстают от российских самолетов, которые на вооружении российской армии, 10 самолетов, они точно совершенно погоды не изменят. мне кажется, что сейчас гораздо важнее для Украины, для вооруженных сил Украины это понять, удастся ли до конца финансового года использовать вот весь тот запас бюджетного финансирования, который есть в американском бюджете, или перенести на следующий год, договориться с Конгрессом, чтобы эти деньги перешли на следующий год. Ну, а вообще-то говоря, наступает новый финансовый год, да, и вот тот пакет помощи Украине на 60 миллиардов, он, в общем, заканчивается 30 сентября этого года, то есть, заканчивается в конце этого месяца, а 1 октября в Америке начинается новый финансовый год, и там никаких денег для Украины не предусмотрено. И вообще, это одна из там серьезных тем, вообще, удастся ли в очередной раз Америке избежать шатдауна, закрытия правительства, удастся ли накануне выборов республиканцам и демократам прийти к какому-то консенсусу, и хотя бы в усеченном виде продолжить то, что называется временное финансирование бюджетных, бюджетополучателей в стране. Вот, поэтому сообщение о том, что в Америке обсуждается, ну, в Америке много чего обсуждается, мне кажется, что для нас важен результат, а не процесс. Спасибо огромное. Сергей Алексашенко был в программе «Цена вопрос». Всем хорошей ночи, хорошего дня, если вы находитесь в другом часовом поясе, и до новых встреч. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч.